Приветствуем вас, дорогие друзья, с вами Биба и Боба Два Долбоёв, и это подкаст про игры. Мы специально для тебя продолжаем искать хорошие игры. И сегодня в центре внимания геймплейный ролик от разработчиков Смуты. Всех с наступающим, кстати говоря. Как и обещали разработчики Смуты ещё нам в том году, до Нового года, показать нам геймплей Смуты. Они это сделали 30 декабря. Ну как геймплей? Геймплея там практически нет. Причём разработчики идеально сами смогли описать свой ролик. Как там? Мало, не то и не так. Да это они прикалываются. Или нет? Или мы опять с тобой не выкопили очередной мем? Итак, геймплейный ролик нам с тобой представляют как очередной дневник разработчиков. Окей, тут вопросов нет. Как хотите, так и представляйте. Я такой смотрю, блин, 12 минут, думаю, круто. Сейчас будем обмазываться, смотреть 12 минут геймплея. Или может быть хотя бы 6, но не все же 12 минут геймплей покажут. Или может быть хотя бы половина от 6, или четверть от половины. Ну, ну хоть сколько-то геймплея должно же быть. И тут мой взгляд случайно упал в комментарии. Там практически через слово, через запись отвечают разработчики. Я думаю, блин, нифига себе. Вот это молодцы. Вот это взаимодействие с аудиторией. Все мы каждому отвечают. Наверное, поясняют за игру. Ха, ага. Они там тупо срутся со своей аудиторией. Причём не забывают хвалить и облизывать тех, кто хвалит, соответственно, их. Вот только не могу понять, кто и за что их хвалит. Рекомендую, кстати, отобрать клавиатуру у школьника, который отвечает на комментарии от лица создателей смуты, если что. Ну, или хотя бы, не знаю, окропить его байкальской водой. Про игру нам с тобой рассказывает продюсер, который, походу, не успел убежать. Его поймали, посадили, сказали, вот камера, вот, или вот эта камера, или вон там. Короче, читай. Он такой, что ты раз вначале растерялся оттуда-сюда, где, куда смотреть-то. Ну, ладно. Первый раз, возможно. По-моему, если этого продюсера вырезать из данного ролика и оставить только лысого мужика, то будет намного лучше, потому что он вроде как там историк, достаточно круто рассказывает, приятно, мне понравилось. Вот, короче, его часть минут на пять и геймплей минутки на две. Вот, хорошее получилось бы видео. Нас тобой рассказывают, что в игре как бы есть разные архетипы, то есть ты там переоделся в вратника, переоделся в боярина, не знаю, переоделся в какого-нибудь бомжару. Надеюсь, бомжара будет, я буду играть за бомжару. И так вот, к тебе NPC будет как-то всячески по-разному относиться. Плюс у тебя будет разное оружие, разные, наверное, какие-нибудь хитбоксы, атаки. Возможно, там, у, так скажем, танка больше, там, хп, не знаю, или там есть щита. Там, у шиши просто длинный меч, ты будешь всех затыкать по-быстрому. То есть такой, скажем, ловкач. Вот, про это нам рассказывают. Плюс это все, конечно, круто и красиво выглядит. То есть именно с постановочной части, то есть где все рисуют художники, это все, да, у них получается красиво. В это мне прям верится. Да, это у них есть. Интересно мне вот что. То есть будет ли какой-то отыгрыш? То есть если я начал играть за того же бомжару, смогу ли я пройти всю игру на определенную концовку с определенными действиями? Или то, что со мной взаимодействует по-разному, влияет только вот в этой мини-локации и как бы больше ни на что в принципе не влияет? Ну, как бы мне облегчило геймплей то, что я там, допустим, не пошел, не подрался, а с кем-то договорился. И все. То есть здесь нам с тобой не рассказывают, насколько глубоко, так скажем, проработана вот эта вот система. Ну, мне на самом деле кажется, что это вот просто... Мы сделали, чтобы сделать и чтобы показать. Как помнишь с Day Before? У нас есть дача, машины. Как бы, ну, ни дач, ни машин. И в принципе, игры-то и нет. Про одинаковые каменные лица главного героя я даже рассказывать ничего не буду. Вон, сам посмотри. Надо было им сделать хотя бы как в Старфилде, чтобы они пучили глаза. Хе, хоть поржали бы. Далее нам с тобой показывают, как герой обращается с оружием. В разных архетипах, в разных образах. Там, не знаю, называй как хочешь. То есть тут понятно, ты по-разному выглядишь, по-разному дерешься, какие-то разные отыгрываешь боевые ситуации, возможно. Тут как бы все понятно. И это, по ходу, лучшее, что они смогли подобрать для своего ролика. И эти люди еще возмущались над тем, что в Ведьмаке, видите ли, хреновая боевка. Ну, посмотри, и... Ну, это вкусовщина. Чистой воды. Конечно, конечно, вкусовщина. Это, кстати, никакая не боевка. Нет-нет-нет. Так нам пишет сам автор в комментариях. Сейчас зачитаю. Боевку покажем в январе. Тут в ролике. Ее нет. Живи с этим. И вот тут давай-ка притормозим. До релиза игры сколько? Два месяца? Меньше двух месяцев. И вы нам показываете вот это. И хер с ним показываете. Вы пишете нам, что боевка не завершена. Это серьезный блокер на показ игры в целом. До релиза. Два месяца. У вас не готова боевка. Это блокер. Обычно за два месяца до релиза игры ее максимально облизывают. Полируют где только возможно. И раздают ключи стримерам. Там, не знаю, летсплейщикам. Каким-нибудь игровым журналистам. Но только настоящим журналистам. А у вас не готова боевка до конца? Это кек? Или мы опять что-то не поняли? Ну, наверное, это мем очередной. Это главное. Предзакажи. Предзакажи. Давайте поговорим уже о хорошем. Нам показали очень крутой лес. Там прям круто, атмосферно. Мне, в принципе, все понравилось. То есть, лес выглядит красиво. Там, главный герой выглядит красиво. Какие-то окружения. В принципе, весь геймдизайн, мне кажется, сделан. Нарисован вот это вот. Ну, красиво. Базар нет. Но главное, чтобы графон не стал единственным плюсом в игре. Потому что пока все именно к этому и идет. Говно завернутое в красивый фантик. Но хотя, как известно, свое-то не пахнет. Мне, кстати, показалось то, что сцены не боевки и леса немножко подлагивали. Причем там есть места, где герой проходит через маленькое дерево. То есть, какие-то вопросики у меня возникают. И сразу же он наступает на куст. И куст такой раз, чуть отгибается. То есть, ну, как бы похвально. Если они так вот прямо упарываются в детали, это хорошо. Но нужно ли это? Потому что если выбор между отгибанием кустов и кадрами в секунду, я за кадры в секунду. Пожалуйста, завезите мне 60 кадров в секунду. В общем, виды действительно шикарные, виды красивые. Но! Ну, а потом мы открываем с тобой сундук. Просто открываем. Само собой, сундук сам открывается. Даже в The Day Before, когда мы с тобой что-то открывали, лутали, наш герой там как-то копался, гомозился, копошился, короче, как-то взаимодействовал с этим говном. Здесь же нет. Сундук просто открывается. Наверное, от силы святого духа. Мне это напомнило, знаешь, что в какой-то игре, то ли в Финалка, то ли в Force Poken. Там, короче, герой подходит к сундуку, открывает его, и такой, знаешь, черный экран, и надпись «Вы открыли сундук». Блядь, это вот, это вот... Разработчики смуты, вы бы взяли на вооружение? Тут хотя бы, ну, поржали бы реально. С нетерпением ждем январский показ дневника разработчиков смуты, где нам покажут уже непосредственно боевку. Давайте вместе пожелаем разработчикам огромной удачи, потому что она им, несомненно, пригодится. И на этом у нас на сегодня все. В комментариях поделись своим мнением об игре. Поддержать этот ролик ты можешь лайком, или подписаться на канал, если здесь впервые. Но мажоры могут поддержать нас через Boosty, Donation Alerts, или напрямую на карту. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok